Привет, друзья! Сегодня на нашем канале мы поговорим о настоящем суперпродукте, который, возможно, находится у вас в холодильнике прямо сейчас о куриных яйцах. Давайте вместе разберемся, почему эти маленькие яйца так важны для нашего здоровья и как правильно их выбирать и сколько яиц можно есть в день. Поехали! Ежедневный рацион человека сложно представить без куриных яиц. Это недорогой, доступный, вкусный и простой в приготовлении продукт. Чаще всего яйца употребляют на завтрак, но также их добавляют в различные блюда и соусы. Куриное яйцо – один из самых питательных продуктов на планете. Согласно исследованию Техасского университета США, яйца вызывают чувство сытости, благодаря чему человек употребляет меньше калорий. Этот продукт обладает самым сбалансированным сочетанием витаминов, микроэлементов и питательных веществ, необходимых организму. Кроме того, это легкоусвояемый высокобелковый и практически не содержащий углеводов продукт. Он быстро насыщает и долго не дает испытывать чувство голода. Яйца часто включают в диету для похудения. В курином яйце содержится витамина А фолиевая кислота, витамин В5, В12, В2, фосфор, селен, цинк. Яйцо имеет мало калорий и не содержит жира, помогает понизить кровяное давление, богат витаминами группы В. Желток содержит холин, его отсутствие приводит к отложению жира в печени, много полезных жиров и лецитин – основной строительный материал для мембраны клеток. В состав желтка входят омега-3, фолиевая кислота, лецитин, витамины АА, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин, холин, к чему приводит регулярное употребление яиц. Частое употребление яиц способствует увеличению мышечной массы, укреплению костей, сохранению целостности тканей, поддержанию функций мозга, снижению кровяного давления, предотвращению появления катаракты и улучшению зрения, поддержанию работоспособности печени, борьбе с лишним весом, уменьшению отложения холестериновых образований на стенках сосудов. Минус употребления яиц в большом количестве – риск набора лишнего веса. Но лишний вес грозит тем, кто предпочитает жареные яйца, а также ест их с майонезом, беконом и другими калорийными добавками. Сколько яиц можно есть в день? Если человек не занимается спортом, ему можно употреблять от двух до трех яиц в день. Важно понимать, какой у вас уровень холестерина. Если он повышен, то в таком случае, нужно ограничить количество желтков и не есть более трех штук в сутки, а лучше всего ограничиться одним яйцом. Не нужно забывать, что яйца – это достаточно калорийный продукт. Если их употреблять с желтком в большом количестве, можно набрать вес. Если вы следите за фигурой, лучше также ограничить количество желтков. Если человек активно занимается спортом, в этом случае количество яиц в день можно увеличивать, потому что это хорошо усваиваемый продукт. В зависимости от видов спорта разрешается употреблять до 5-6 яиц в день. Причем лучше есть именно белки, а желтки ограничивать. Яйца – универсальный продукт. Их можно есть вареными и жареными, самостоятельно и в составе других блюд, использовать для выпечки и десертов. А еще некоторые люди пьют их сырыми. Зачем есть сырые яйца и не опасно ли это? Яйцо – это витаминная бомба. В нем много витаминов, также в яйцах содержится много железа, фосфора, йода, марганца, калия и кальция. Одно сырое яйцо обеспечит вас дневной нормой необходимых микроэлементов и белка. Спортсмены часто пьют сырые яйца на завтрак в качестве источника протеина, чтобы мышцы хорошо росли. В одном сыром яйце, помимо прочего, содержится 27% дневной нормы холена. Это вещество положительно влияет на работу мозга и сердца. Как и в вареном яйце, в сыром много лютеина и зиоксантина, антиоксидантов, полезных для глаз. Актеры, ораторы и певцы с давних времен пьют сырые яйца для укрепления голосовых связок. Также яйца увлажняют слизистую оболочку горла и помогают восстановить «севший» голос. Чем опасны сырые яйца? Если планируете выпить яйцо сырым, убедитесь, что оно свежее. Также не нужно употреблять сырыми яйца из ближайшего супермаркета, лучше купить фермерские. Почему? Все просто, сырое яйцо является потенциальным источником сальмонеллеза. Сальмонелла – патогенная бактерия, способная вызвать сильное пищевое отравление. Вместо мышц и сильного голоса вы получите боль в желудке, диарею, рвоту и лихорадку. Сальмонеллез уложат в постель надолго, и вам точно будет не до тренировок или репетиций. Особенно опасно давать сырые яйца детям, у них сальмонеллез протекает особенно тяжело. Термообработку сальмонеллла пережить не может, так что вареные или жареные яйца безопасны. Яйцо находится в списке сильнейших аллергенов, а наиболее аллергенным оно является в сыром виде. Уверены, что не страдаете аллергией? Тогда можете рискнуть. Нельзя пить сырые яйца тем, у кого высокий уровень холестерина. Он поднимется еще сильнее и может привести к атеросклерозу и болезням сосудов. Помимо очевидного вреда, есть и мелкие нюансы. Например, доказано, что сырое яйцо усваивается хуже, чем вареный. Если вареный усвоится на 90%, то сырой – только на 50%. Также употребление сырого яичного белка может негативно сказываться на усвоении биотина, то есть витамина В7, который содержится в желтке. За это отвечает Овидин. При термической обработке Овидин разрушается, и из вареного яйца вы без всяких проблем получите необходимый В7. Нельзя отрицать пользу сырых яиц, но получить ее можно и не рискуя подхватить тяжелое отравление. Полезнее всего есть вареные яйца. Нужно учитывать, что быстрая варка сохраняет больше полезных веществ, но биодоступность, то количество полезных веществ, которое доходит до их основного места действия, немного меньше. Чем дольше мы варим продукт, тем больше биодоступность, но в этом случае в яйце сохраняется меньше полезных веществ. Жарка яиц – это тот вариант, который лучше не использовать в принципе. Если человек активен и ведет здоровый образ жизни, яйца можно употреблять ежедневно без каких-либо последствий. Как правильно выбирать яйца? При выборе яиц нужно обращать внимание не только на срок сортировки яиц, но и на маркировку. Диетические яйца хранятся не более 7 суток, столовые – не более 25 суток. Если яйца помыть, их можно хранить не более 12 суток. Следует осмотреть и сами яйца, скорлупа должна быть целой и чистой, без пятен крови и помета. Если дома яйца хранятся не в фабричной упаковке, можно пропустить срок, когда они приходят в негодность. Тогда можно воспользоваться «бабушкиными» способами. Например, если опустить яйцо в холодную воду, свежее опустится на дно, а не свежее всплывет. Либо можно разбить одно из яиц. Если желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг желтка, яйцо свежее. Если желток плоский, а белок жидкий, яйцо залежавшееся. Можно встряхнуть яйцо. Если при встряхивании нет посторонних звуков, яйцо свежее. Если слышны всплески или хлюпанье, значит, внутрь яйца попал воздух. Такое яйцо есть нельзя. Вот и подходит к концу наше путешествие в мир питательных яиц. Надеюсь, вы узнали много интересного и убедились во всех преимуществах этого удивительного продукта. Не забывайте ставить лайк, делиться видео с друзьями и, конечно, подписываться на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные ролики. Приятного аппетита и до новых встреч на нашем кулинарном путешествии.